Приветствую, дамы и господа. Добро пожаловать на канал Арч Панзер, где мы продолжаем играть в XCOM 2 с модом Long War of the Chosen. Прошлая серия у нас закончилась тем, что мы попытались с вами максимально унести материалов. Как видите, мы их унесли и тут же потратили. Осталось всего лишь 7 копеечек, но унывать, надеюсь, не стоит. Так, что у нас по заданиям? У нас есть Сьера. Ладно, мы здесь пока расследуем. Спасти Випа, по-моему, я сюда не ходил. Да, с инженером я не ходил. И захватите башню сети, 19-21 противник. Меньше здесь уже никого не станет, поэтому можно начинать. Давайте вспомним, во-первых, кто у нас сюда идет. У нас 5 бойцов. Пулеметчик. Евромэро. Так, снайпер и егерь. Тоже хорошо. Так, болтун у нас тут идет. С атакован блокировки и вирусом. Это здорово. Так, плещук, который тоже, кстати, давно у нас на заданиях не был. Ну, посмотрим. Ну и искра. В принципе, я бы не сказал, что отряд безумно сильный, но в большинстве своем это наши топовые бойцы. И я надеюсь, что мы справимся. Так, ну мне писали про это задание, что он, в принципе, не очень сложный, а вот со следующим будут проблемы. Хотя, как сказать, не очень сложно. Здесь 19-21 противников, то есть на каждого нашего бойца будет по 4 неприятеля. Давайте начинать. Продолжение следует... У меня сейчас интересный вопрос. То, что Брэдфорд нам рассказывает, это было на тему штурма башни из основного сюжета, когда это было задание под конец прохождения. Или как-то они научили Брэдфорда говорить нужные слова самостоятельно. Это интересный вопрос. В том плане, что самостоятельно через моды. Может и записали. Представляете, позвали прям... Нет, нет, нет. Ладно, это задание... Переделывали классическое задание. Из-за финала прохождения. Так, во-первых, изменить настройки. Тихо. Сложность. Легенда. Все, как всегда. Настройки. Пук. Вот так вот делаем, чтобы он нас не кричал. Сохраняем на всякий пожарный. Сохранение. И поехали. Так. Причем у меня смутные сомнения, что та же карта прям такая же, точь-в-точь. Примести черепной бур к офицеру адвента. У меня даже помню, здесь ни у кого черепного бура. Да, скорее всего нет. Поправлять в разведку. Так, Евромеро. Я бы на самом деле лучше по правой стороне пошел. Интересно, они здесь как-то пересекаются? Слушайте, насколько я помню, в основной кампании при штурме башни сети... Ладно, не буду спилерить. Мало ли, может здесь все будет в порядке. Здесь просто для снайпера позиция будет хорошая с высоты. Можно будет пощелкать немножко неприятеля. Эти карта-то не особо большая. А, нет, нормально. Зря, зря я говорю, что небольшая. Здесь несколько переходов будет. Ну да ладно. Ну так вот, с высоты здесь снайпер хорошо работать должен. Болтун. Давай максимально сюда. А здесь вообще наверх, как можно зайти? Только изнутри что ли? А нет, вот здесь по трубе можно. Да, по трубе-то, конечно, можно, но... Только при выпрыгивании через окна можно-то. Ладно. Посмотрим. Я из здания, лестницы не вижу на крышу. Дверь открылись. Да, видите, только через это окно. Двери я здесь не вижу. Идет странно. Ладно, все пошло немножко не так, как хотелось бы. Дескать, я думал, что здесь есть какие-нибудь двери, через которые можно на крышу забраться, но их нет. Печально. С другой стороны, когда начнется заварушка, тогда уже можно будет и подняться на крышу. Сейчас пока просто понечку продвигаемся вперед и лишний раз ниже мякаем туда, куда жмякать не надо. Улучшенная командная работа, кстати, у нас есть аж в количестве двух единиц. Про это стоит не забывать. Да, плюс еще броня тяжелая у нас у всех. Ну как тяжелая. По меркам Адвента она, конечно, уже не тяжелая. Но для нас тяжелая. Так что, вполне себе возможно, что нас ваншотить не будут. Так. Здесь вперед можно пройти. И здесь, в принципе, тоже можно спалиться. Слушайте. Что, что ли, выхода нет? А кто такие вообще здания? Адвент, что у тебя в порядке вообще с архитектурой? Вот такими стеклами не должно заканчиваться. Тут же дальше мостки какие-то идут. Адвент странный. Не понять нам их внеземной логики. Так, ну здесь никого нет, иначе бы мы их услышали. Это уже радует. То есть противник будет спереди и, скорее всего, слева. Скорее всего, слева. Ладно, если противник будет механизированный, мы надеемся на то, что удача нас не подведет и болту он кого не захватит. А противники здесь должны быть серьезными. В том плане, что технический уровень в этом регионе серьезный. Так, а как бы нам... Так вот, в принципе, можно аккуратненько выглянуть. Ага. А сколько там порков? Но механизированных товарищей я, кстати, не вижу. Механизированных не вижу. Так. Егерь. Тут троих, кстати, видишь? На весь глухую оборону. Тобто точность на следующий ход была повышенная. Не знаете, как-то нужно сделать так, чтобы при льбе согреть только один пак. Есть бочка. Дрон охотник все-таки есть один. Есть бочка. Вижу троих. Вот на этих ребятах и надо сконцентрироваться. Вот от этих нужно отцепиться. То есть ты давай возвращайся вот сюда. Да, вот этих видим, остальных не видим. Меня, в принципе, это устраивает. Горк. Горк пока не знаю. С тобой что делать? Пока дистанция не та, хотя, возможно, и можно будет потом вот сюда влететь через рывок. Пока просто наблюдаем. Протокол блокировки, но шанс перехвата не очень высокий, прямо скажем. Ты тоже пока стой. Горкоп вперед нельзя идти. Нужно аккуратненько выманить один пак. Здрасте. Тайминги идеальные просто. Просто перфекту тайминг. Так, а мы отойти-то можем сейчас? Слушайте, отойти пока можем. Может нам тогда отступить, этих пока не трогать, а зарубиться вот с этими ребятами. Забрать четверых. Они, по всей видимости, дальше пойдут в мою сторону. Сейчас пока отступаем. Да, это все пропало. Снайпер никого не видит. Может, в принципе, сюда попробовать переместить. Можно причем даже как-то вот так вот сделать. И на боеготовность. Может быть они в свой ход, в свой ход, господи, в свой ход нас обнаружат. И мы их немножко пощелкаем. В принципе, если один пак заберем, и можно будет здесь немножко даже оборону какую-никакую подержать. Они ломанутся на нас. А, здесь фактор подкрепления интересный. Будет у них подкрепление или нет? Ребята возвращаются. Против двух паков будет очень тяжело воевать. Нет, они исчезли. Нет, не исчезли. Нет, исчезли. Нет, не исчезли. Исчезли или не исчезли? Вроде исчезли. А, все. Ждем. Двойной удар даже есть. Для второго это действие бесплатное. Слушайте, а какая перезарядка у этого действия? Не знаю. Так, ладно, еще один ход ждем. Ну, в принципе, уже в зоне обнаружения. Ага. Как мне вот это нравится? Они доходят прямо до момента, когда их обнаружат. Начинают назад идти. Ну, что такое? Мне надо начинать. Да, ребят, извиняюсь. Важный планок был. Ну, о чем мы закончили? А, все-таки есть они здесь. Ну, окей. Так вот я о чем. Как только начинаешь какой-то план вырабатывать, в итоге противники начинают двигаться туда-сюда. Это не очень хорошо. С другой стороны, нам можно сейчас попробовать горка отвезти. Так, а ты... А ты как хочешь, чтобы тебя заметили так пройти? Я просто не знаю, вот этих ребят кто видит горка или нет. Если мы, допустим, горка отведем. Ага, здесь мы тогда ничего не видим. Может тогда... Прямо безумство исполнить. Сделал, допустим, овердрайв. Сделал, допустим, вот как-то вот так. Только встать кем-то на боеготовность или нет? Давай, СНР-бултанная поставлена боеготовность. Пушка по четверым. Ну, я на самом деле сомневаюсь, что будет лучший выстрел для этой пушки. Три-четыре урона, еще двое живых осталось. Ага, и подкрепление сразу появилось. Черт возьми, подкрепление на этих миссиях значит будут. Так, офицеры еще попали. Плохо. 56 процентов. Пробуй. Мимо. Еще разок. 56 процентов. Ой-ой-ой-ой. Ланселот, ланселот. 82, давай. Офицер, кстати, вышел из зоны поражения. Мы его даже не видим, насколько я понимаю. Да, мы его даже не видим. Можем, конечно, на боеготовность встать, но... Блин. Ждать-то нельзя. Ромах. Ждать нельзя, в том плане, что подкрепление. Так, шквальный огонь. 69, забираем. Минус один пак. Отлично. С одними разобрались. Ммм, кегере. Кегере на самом деле даже на крышу теперь можно закинуть. Так, мы сейчас стреляли. Нельзя ждать. Ждать нельзя, надо вперед двигаться. Угу. О, их там сразу два пака. Сразу два. И около бочки никто не встал. От которой слева на экране. Ну нет, один сектор и встал. Так, 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 так. Какой шанс захват? 56. Пробуй. Если мы с этими двумя паками сейчас разбираемся, то мы, по сути, больше половину вражеской армии перебиваем. Да быть такого не может. Это было сейчас очень рискованно. Я даже не пошевелился своим бойцом поддержки. Так, агрессивно сыграл. Очень здорово, что прокатило. Так, снайпер. Сто процентов, кстати, продвинутого солдата видят. Неплохо. Можно с точного выстрела 5-8. 69 процентов, чтобы крит о нем. Отличный шанс. Почек 6 урона нанесет. Но это немного. Я очень надеюсь, что дрон много сейчас впитает. Снайпер. Ну ладно, снайпер, давай точный выстрел по продвинутому солдат. 69 процентов на крит. Да, продвинутый солдат упал. Слушайте, может даже записывать начать? Сколько я перебил-то, а? А сколько мы сейчас видим? Ну тут два пака было, правильно я понимаю? Так, игра зависла. Нет, не зависла. Их тут два пака. Трое, шестеро, семеро. Да, то есть их изначально было 12. Сирк мы уже убили. Осталось 8. Ну, 7. Один пока у нас. То есть 5 минус анули, 7 есть. И один пока у нас. Так, окей. Это практически половина вражеской армии. Очень сильно я надеюсь, что они как-то... На трону нас согрются. Кстати, есть еще оглушение. Бочку можно оглушить, как вам такое. А можно ее попробовать взорвать. Можно попробовать взорвать. Так, ланселот. Черт возьми, не обходит он сектоиды с фланга. С другой стороны, знаете, как можем сделать? Можем выстрелить. Почку. Возможно, это сектоиды укрытия сломает. Нет, ничего это не сломало. А хотя нет, сломало. Без укрытия он стоит. В принципе, этого сектоида можно даже попробовать и забрать сейчас. Причем, отклоните вот отсюда, сверхотуры. Я по-прежнему надеюсь, что много урона дрон впитает. О, кстати, смотрите. Страж Адвент 81%. Ага, он в мега укрытии от нас стоит. Высокое укрытие, смотрите. Укрылся. Ну ладно, страж, тогда ты лови. Естественно, царапинка. Он же всего лишь без укрытия стоит. В чистом поле. Так, ладно. Один выстрел впитал. Два выстрела впитал. Ой-ой-ой, он долго так не продержится. Еще и на наблюдение встал. Да, много выстрелов впитал. Еще два сектоида и змеюка. Ой-ой, змеюка куда-то вообще. Сектоид куда-то вообще. Ага, сектоид трупы поднимает. Ну ладно, слушайте, пока все идет нормально. Ну как нормально, плохо. Может нормально. Так, я кажется турель слышал. Я могу... Так возьми. А, защит впитал, нормально. Я, по-моему, слышал... Рейль. Да, ребята. Дроны здесь какие-то заколдованные. Словил я вылет. Ну, да. И после загрузки... Адвенцевцы попропадали. Не знаю, как-то нужно от него, видимо, по всей... Видимо, по всей видимости, господи. И избавляться от него надо побыстрее. Иначе он нам так все крашить и будет. Да, конечно, интересно. Они здесь окопались. Дрон сразу отправлять не очень хочется. Ага. Его нет, но мы его видим. В том плане, что сработает вот у этого товарища боеготовность. Сколько у него урона? У него 4-7 урона. Он, если попадет, вполне себе может его убить. Можно, конечно, вообще пробежаться через рывок. Зомби стоит. Можно пробежаться через рывок, убить вот этого солдата. А дроном как-нибудь попытаться вот этого забрать. Давай, пошла стрельба на бегу. Ага, проявился. Если я вот здесь встану, у меня кто? Ну, у меня вот это с фланга обходит. И... Да нет. Эти ребята, наверное, тоже меня будут видеть. Но они не с фланга меня будут видеть. Я в каком-никаком укрытии буду находиться от них. Можно, конечно, будет снайперам дать еще один ход. И просто вот сюда забежать. Второго убить. Останется у нас в итоге 2 сектойда. Змейка. Вот этот товарищ. Так, ну ладно. Здесь мы однозначно вот так вот делаем. Боеготовность не попадает за счет молниеносных рефлексов. Только знаете, какая проблема есть? Проблема есть, что мы еще кого-то увидим. Вроде бы нет. Так, 5-8 урона. Это гарантированная смерть. Никаких царапин. Отлично. Так, снайпер, а ты можешь очки действительным передать? Нет, не может. Это очень печально на самом деле. Прям максимально печально. Черт возьми, дрон. Обходим с фланга. Получается, что обходим. Иммунитет к огнем. Давай через шокер. 3-5 урона. 52% всего лишь. Красный туман. Защита. Лучная защита. 52%. Пробуй. Промах. Ладно. Ладно, промах. Ланселот. 36%. 36%. Выгодная высота. Точность оружия. Высокое укрытие. Как бы сейчас не помешал вот этот гарантированный выстрел воробья. Он был бы прям максимально в тему. А, к сожалению, нет. Так, от отсюда кого видишь? Отсюда еще кто это видит? Двойной выстрел. Двойной выстрел плохо. Давай, дверь закрой. Вот так. 30% всего. С другой стороны попадаем, убиваем. Ну нет, конечно, не попадаем. О чем это я? Снайпер PC-зомби видит. Снайпер-разведчика Адвента видит. Конечно, очень далеко. Ланселот. 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 Ладно, сюда спустись. 86%. Зомби. 54%. Змейку. Кстати, я даже в змейку попробую. Ммм. Согласен с тобой. Просто согласен. У меня ни разу не попал. А, нет, в упор попал. И все. Остальное все мимо. Это очень плохо, что все мимо. Дрон сейчас, конечно, впитает еще один выстрел. Даже два выстрела впитает дрон. Остальное все влетит в меня. Ну и туда и дорога этому дрону, честно сказать. Как больно. Есть, курить. Просто как больно. И что под контроль? Да, под контроль. Вот если бы хоть кто-то хоть раз попал на прошлый ход, вот этой ситуации бы сейчас не было. Реанимация? Чья реанимация? А, там зомби какой-то. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, егерь. 93. Этого не видим. Здесь можно фланг обойти. Одного товарища. Только сейчас бы надо попадать. 85% сектой, да? Ладно, это вы искупилили. Контроль верните мне над егерем. Ой, над егерем, над плющиком. Спасибо. И ну зомби. Снайпер кого видит? Этого солдата видит. И этого сектойда видит. Так, здесь. Нужно сюда зайти и убить одного. В итоге останется трое их. Ну, зомби четверо. Так, подожди, а ты... Угу. Ланселот, ланселот. Ну, попасть надо было просто. На прошлом ходу и все. Точность не такая ужасная была. Можно было попадать. Но он не попал. 53% этого сектойда. Горг. Ну, горгом только сюда. 100%. 5-8. Гарантированно минус. Отлично. Минус два. Их осталось трое. Зомби четверо. Он слот. Ты, кстати, следующее такое попадание ты не переживешь от Найи. Такого нападения. Кстати, вот этого товарища можно с фланга, что ли, обойти, получается. Это считается обход с фланга? Серьезно? Получается, что считается? 7-4%, 4-7%. А слева турель. Красиво, пошел. Осталось их двое. Если считать зомби, то трое. 5-8 сектойда. Пробуй. Ну, надо попадать. Так, ладно, сеем. Слушайте. Если убьем сейчас сектойда, останется одна Найя. Я перестал видеть сектойда. Я перестал видеть сектойда. С другой стороны, меня они, интересно, видят. Должны бы видеть. Я он слотом куда-нибудь вот сюда сейчас встану. Сказал, зомби лучше его ударить, чем пыльщика. И ждем. И подкрепление вот-вот упадет уже. Какой-то Роян. Рон охотник адвент активирует Роян. Чего? Загорел стектоид. Зомби будет бить нашего Мэка. Так же больно. Так, крепление на подходе, к словам. Полищук сразу двоих может ударить. О, не ударить, точнее, в виде двоих. Как мне искру подлечить? Теперь никак, например. Наверное, никак. 51% сектуида. 81% сектуида. Выстрел. Минус сектуид. Минус зомби. Сейчас по хорошим пыльщиком надо забирать змейку. Только далеко. Может не попасть. 82%. Есть подстраховка. Есть ланселот, конечно. У него сейчас точность настолько будет ужасная. 38. Пробуй. А, 38-то ты попал. 82%. 82%. 82%. Ну тут хоть царапнуть бы. Отлично, еще что-то выпало. Так, 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 так. Нужно двигаться по вот этой стороне. Интересно, эвакуация нужна будет здесь или нет? Или мы захватим и все, и будем тут жить. В том плане, что... В каком плане? Не знаю, не помню. И не помню, что хотел сказать. Все, запутался. Страшно, выбивают. Я теперь не знаю, что с мэком делать. У меня очень мало здоровья. А, спасибо. Не знаю, что делать с мэком нашим. Прилетел вражеский. Разбирайся. Царапинка. Классно. Так, что, можно? Наверное. Три змеи, три снайпер-змеи. Супер. Четыре снайпера-змеи? И плюс подкрепление. Да, ребята. На самом деле, проблем была, по всей видимости, все-таки не... Не в дроне, так скажем, выбрасывает мне на этом ходу. Буквально я делаю 2-3 действия и ловлю вылет. Я не знаю, какая-то уже попытка, хотя нет, знаю. Третий или четвертый, я даже уже моды переустановил. Вот, смотрите. Прямо с целью эксперимента. Здесь сверху стоит мэк. Я сейчас его пытаюсь захватить, и меня выбрасывает. Такой блокировки. Может быть, не захватывать их, я не знаю. Хотя нет, меня без захват выбрасывало. О, 48%. Привет, вылет. Нет. Слушайте, нет, может переустановка помогла, кстати. Ладно, возможно, переустановка помогла. Слушайте, я, наверное, даже сохранюсь. Мало ли, может, удачно дальше пойдет. Так, здесь что? Снайпер. У нас 9%. У нас 9. Пчелокопейщик. Нет, сначала его все-таки пыльщуком надо размять. Пыльщук, кстати, уйдет из обзора змеек. Давай, 100%. 5,8. 5 урона. А, это плохо, слушайте. А теперь снайпер может не добить. Или добьет. 5,8. Надо 7 или 8 урона, чтобы прокнуло. 10 прокнуло. Нормально. А, здесь... Так, пулеметчица 53. Можешь, конечно, так вот как-нибудь упор встать. 50. А, можно ножом пырнуть по стену. 4,7. Забываю я пройти удары, что у меня есть. Так, лэнслот. Тебя бы отвезти. Знаешь, как мы тебя поставим? Мы тебя просто вот сюда за... Вот так вот. Поставим на этот уголок, чтобы тебя змейки не видели. Очень тебе серьезно досталось. Так, и тут сколько мы их убили в итоге? 12... Черт возьми, я уже с этими вылитами и считать перестал. 12... Ну вот это получается 16-е, что ли? Да, давай, Майка, срывай боеготовность. 3 урона. Плевать вообще. Ловите ракеты, подружки. Отлично. Ну да, подгорел. Мне, честно сказать, от этих вылитов немножко. Да не немножко, как следует подгорело. Ну, блин. Моды такие, моды. Так, подкрепление в ближайшее время. Меня, кстати, снайперы надо очень резко сейчас подводить. У меня безумно отстает от всех. Двигаемся ближе. Так, горк. Слушай, а горк, кстати, может с... ...траншейного ружья сюда влететь. Только непонятно, сколько их еще там. Да, непонятно. Может, тогда пока не влетать. Кэш-позиция не очень хорошая. Два здоровья есть у кого? У кого? 90%, 4,7. Пробуй. Отлично. Минус одна. Черт возьми. Очень хочется горком влететь. Вот вы прям не поверите, как хочется. Там, возможно, кто-то еще есть. 83%. Так, это просто вайпер, кстати. Иная. Так, скрита сдула. Без пять ходов, рейнджер. А я вот не знаю, нужно нам будет эвакуироваться-то или нет. Орк. Можно лут забрать, но здесь змейки. Черт, и вы змейки. Как ты знаешь, что он слот. Встань вот сюда и на боеготовность встань. Орк. Я не буду этот лут подбирать. Не хочу. 0% вайпер. Чего? Это кто такой? Вайпер серпенс. Выстрел, опутывание раздавленной. Ядовитая слюна, притягивание языком. Ну ладно, это классический, это не снайпер. Можем оглушить его 64% на оглушение. Попал, кстати. Псота. То есть у них сейчас в боевом режиме только один вайпер. И он по мне стреляет. Вот он кислотой фаль не кидает. Окей. Ребят, секундочку. Звонят в дверь. Да, очень приятная серия сегодня получается. Ничего не сказать. Ну да ладно. Так, кстати. Гарантированный шквальный огонь у нас вайпер может влететь. Мэг. Продвигайся. Лево турелем. А лево мы значит не идем. Блин, как у вайпера много здоровья у этого. Горк. Давай стрельбу набегу подрубай. Надо наверное вот этого товарища попробовать забрать. Я промахнулся мисклик. Так, ладно. Эллерий. 100% 5.8. Шанс на крит неплохой. Вот так себе шанс на крит. Ладно. Но мы его можем добить через нападение. Через нападение. Через, блин, крепление на подходе. Как же все здорово, а. Так, ладно. Вайпер. Ты отвечаешь? Еще что-то выпало. Полищук забрал. Ланселот. Мэг. Воробей. Давай, Воробей. Может быть даже двойным выстрелом надо делать. 73% очень мало. Так вообще 63. Ну пробуй. Выбора особо нет. 5 урона. Царапина. Ладно, второй выстрел. Ой, супер. Забрали. Проблема только в том, что подкрепление на подходе. Так, и сколько мы их в итоге размотали? Папака. Пак. Пак. То есть 16. И где-то еще пятеро. Здесь где-то турели. Сюда мы не идем, значит точно не 21 противник будет. Сейчас еще сверху подкрепление упадет. И не факт, что подкрепление упадет. Будет падать не часто, так скажем. Вполне возможно, что подкрепление сейчас начнет каждый ход сыпаться. Так, не, никаких овердрайвов. Просто наблюдение, встань. Мэг тоже пока просто наблюдение. Так. Кто-то сзади летит. Сколько у вас там четверо прилетело? Без мэгов, надеюсь. Да, четверо. Четыре солдата. Привет. Привет. Царапина. Мэг. Под одного сдули. Осталось трое. От яда страдает у нас пылищук. Нам эту дрянь надо взломать. Может нам просто болтуном сюда пролететь уже, а? Попробуем. А подкрепление сейчас эти как-нибудь попробуем размотать здесь. Так, пылищук. Пылищук, пылищук. Так, отравление прошло у тебя? Или нет? Нет, не прошло, к сожалению. Так, ладно, кем бы лучше. Воробей. Воробей, кстати, может подойти ножом парнуть. Поэтому не забываем. Вот у этих ребят, конечно, позиции прям мое почтение. Хорошие позиции заняли. Нет такой перезарядки. С другой стороны, пылищук может пробежать вот этого сланга обойти. Потом ему снайпер вернет ход и отойдет. То есть одного мы заберем. Останется двое их. Одного возьмем, допустим, на подавление. Наверное... Ай, черт. Нет, нет, нет. Сюда, если зайду, там турель вполне возможно будет. Куда нельзя заходить. Так, да пылищук, да выберись ты, господи. Сюда вот можно встать. Здесь вряд ли мы турель заметим. Но без укрытия будем встать относительно вот этих ребят. Лучше, конечно, вот сюда. С другой стороны, их можно по давлению взять. Так, давай, мэг, сюда. Он, кстати, когда из-под контроля выйдет, получит урон. И вполне возможно, что умрет. Хотя, нет, вряд ли там не шесть здоровья наносится. Так, снайпер, кстати, вот сюда может... Ой, не снайпер, пулеметчик. И попробуй даже ножом убить. Хотя есть шанс не убить. Черт возьми. Да не перезарядка. Какая перезарядка? Пыльщука выбери. Не замечай туреля. Спасибо. Турели успешно не замечены. Так, егерь. Верни действия. Пыльщук сто процентов без царапин. Гарантированно убивает. Отлично. Минус один. Осталось двое. Так, лунслот. Десять процентов шансов нападания. Прекрасный шанс, я считаю. Блин. Не знаю. С другой стороны, полное здоровье. А вот и не полное. Там счет яда получит урон. Броня сколько-то впитает. Как бы крик не влетел. Одного часа мы можем убить. Кого, допустим, можем на подавление взять? Ну что это такое? Смотрите, я беру. Нажимаю. Нет, сейчас работает. Сейчас работает. По поводу того, что мне пишут, переключайся на таб. Ну привык я на них мышкой клацать. Ну нравится мне клацать мышкой. Что вот со мной поделать? Ну нравится. Игра вынуждает меня играть через таб. Вернуть еще одно действие. Мэг, 61%. Пробуй забрать. Молодец. Мэг попробовал, Мэг забрал. Егерь, перезарядись. Да, ты останешься без укрытий. Но он один стоит. Но один раз по кому-нибудь из вас выстрелить не страшно. Авердрайв, он слот. Плевать вообще. Стреляй. Как бы тебя не убили, правда, от этого. 10%. Огонь. Мимо. Мимо. И наверно надо отойти. Отойди, чтобы он к тебе точно не выстрелил. 35%. Просто дави его. Почему он умер? Я хотел сказать... Ай, два урона получили. Почему Мэг не умер, я хотел сказать. Но Мэг умер. Так, Плещук пришел в себя после отравления. Плещук сейчас должен куда-нибудь сюда вот сбежать. И разрядиться так хорошенько по нему. Ну, переустановка мода все-таки помогла им до конца. Снова был вылет. Не знаю, у меня даже, честно, в мыслях немножко приостановить прохождение, потому что тяжеловато так играть, скажем прямо. Ну, да ладно. Особенно, когда пытаешься от кого-то переключить, а боец на перезарядку пытается встать. Так, снайпер. 54%. Плещук. Он его убьет? Или нет? Наверное, стрельбом бегу, конечно, не хватает. Ладно, давайте сюда. У нас же есть еще одна улучшенная командная работа. Урель прям манит такими звуками. Сто процентов, пять-восемь урона, ведь можно не убить, что самое смешное. Ну, убиваем, ладно. Болтун. Крепление в ближайшее время. Не пойду, наверное. Один. Давайте все-таки подтянем у бойцов. Все-таки надо подтянуть, ребят. Девчат. Тигерь, давай тоже сюда. То есть вы прямо здесь меня ждали? Серьезно? Они были прямо здесь. И как же хорошо, что я не пошел. Просто боженька меня уберег. Так, можем лучника, кстати, попробовать забрать. Прямо сейчас. А, пулеметчица, во-первых, перезарядится. А, во-вторых, у нее, кажется, откатился гарантированное попадание. Да. Шквальный огонь. Есть. 6-9 урона. Солдат Адвенты гарантированно. Убиваем. Бронтометчика не гарантированно. А, горка у нас просто на другом конце карты отусует. Ладно, давай вперед. Пусть может там на всякий случай эвакуацию все-таки вызвать. На всякий случай. Я не знаю, потому что нужно будет эвакуироваться или нет отсюда. Так, воробей, воробей. Болтун. 55 лучника. Блин, а его надо убивать. Если мы его не убьем, то вполне возможно он слоту сильно пострадает. Ладно, 55, пробуй. Это, по-моему, его сегодня первое попадание вообще. А нет, кажется, в кого-то попадал. Но попадание очень качественное. Я вот про что хотел сказать. Попадание безумно качественное. Так, воробей. Давай гарантированного гранатометчика. Огонь. 9, убийство. Так, игра, ты, кажется, меня немножко успокаивать начала, да? Так, камера, перестань. Болтун, 67%. Ну нет, здесь надо снайперам попробовать. Даже вот так вот с точного выстрела. Попадаем, убиваем. Соответственно, не попадаем, не убиваем. 67%. 4,7. Два промаха. Блестяще. Так, этот куда-то побежал. Куда-то побежал. Уж не в мою ли искру стрелять? Нет, он отсюда искру не видит. Видит. Стреляет снайперам. Миллиард урона просто. Миллиард урона мы получили. Подкрепление на подходе, к слову. Так, ну этого товарища давайте пулеметчицей заберем. Надеюсь, что заберем. 79% огонь. Происходит. Продолжение следует. Так, 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 так. Может, конечно, как-нибудь вот так вот сделать. Егерь. 62%. На, стрелять. Готов. Горк. Так, болтун. Давай сюда. Взломайте пульт управления. Так, а этот ход заканчивает? Да, этот ход заканчивает. Блин, ты над стрелять. Горк никак не добегает, да, сюда? Добегает, но шанс нападания, прям скажем, мало будет. Ладно, давай перезарядку. Да мне это ничего не даст, если я на этот ход взломаю. Поэтому давай 100%, 4-7 урона. И, кстати, шанс не убить. Мизерный, но есть. Ладно, мы убиваем. Горк. Ты просто в здание забегай, я не знаю. Через три хода эвакуации у нас будет. Надо продержаться три хода. Так их снова четверо. У нас, правда, боеготовности никаких не было. Но, с другой стороны, у нас там стрельба на бегу есть крепление внимания. Ух, ход пришельцев. Взламывай. Возьмите под контроль системы, так это гарантированно? Небольшой или большой? Да, большой. Как мне сегодня не везет? Ну да, мне здесь не везет, окей. А добивать-то надо будет? Уничтожить всех врагов. Нормальное задание. И при этом подкрепление продолжает идти. А, они оглушенные. А на сколько ходов они оглушенные, интересно. Знаете, о чем сейчас думаю? Вот мне говорят, уничтожить всех врагов. А подкрепление продолжает идти. То есть, каких врагов ты меня уничтожишь? Если мне надо будет сейчас всю базу зачищать, и при этом подкрепление продолжит сыпаться, это мега зашкварное задание тогда будет. Да, особенно с такой точностью, которую я демонстрирую. Тяжелый копейщик. Попали в тяжелого копейщика. Так, корк. Ураг ничего не даст, да? Ураг ничего не даст. Да просто беги. Я очень надеюсь, что они сейчас не выйдут из-за этого своего заглушения. Давай, двойной удар по ракетчику. Мимо. Вот это, то, что сейчас сказал егерь, это описание всей миссии сегодняшней. Принимаем вниманием. Так, но они все еще глушены. Это радует. 42% огонь. Томах. Мы даже в лежачих попасть не можем. Просто не можем попасть в лежачих. Турель тоже оглушена, кстати. Боже мой. Снайпер. Снайпер. Я даже не знаю, как это комментировать. Просто, ребят. Просто не знаю. Особенно, знаете, будет вишенкой на торте. Если отшел турель снова действует. Я, если я снова вылет славлю. Вот это будет вообще потрясно. Так, они очухались. Давай, подрубай. Подрубай. Стрельбу набегу. И... В этот раз надо убить. Понимаешь? Надо убить. 100%. 23% шанс царапины. Обалдеть. Но нет. Не сегодня. Так, болтун. Моя ампоя. Моя ампоя. Моя ампоя. 99%. Открепление, кстати, по-прежнему внимание. Оно, по-моему, не двигается. 41%. Да, я, конечно, понимаю, что с таких процентов, наверное, не стоит стрелять. Выбор-то нет. Выбор-то нет. У него как-то надо снять. Так. Просто, как, не знаю, тиктоподы убиваем. Ожидаемо. Я очень сильно надеюсь... Хотя, турель, ладно. Турель добьем. Скажите, что все. Да быть этого не может. Да, оставалась там еще одна турель. Ее, чисто теоретически, тоже можно было бы убить, но туда и дорога, как говорится. Очень забагованная миссия. Просто безумно забагованная. Это засекречено данное о пропавшей без вести гражданских лиц по всему миру. Их количество растет с каждым днем, и мы полагаем, что они находятся в одном из секретных объектов Адонта. Но его местоположение остается загадкой. Время не ждет. Вам придется взять на себя руководство силами сопротивления по всему миру, установить контакт с местными ячейками и координировать их работу. Найдите секретный объект и ликвидируйте его. Спасите мир, пока еще не слишком поздно. Удачи! За это задание награда должна быть просто миллиарды. Миллиарды миллиардов материалов. Кажется, опять у меня звук забагал. У меня такой громкий. Здрасте. Так, ладно, новая задача. Связаться с сопротивлением в зоне секрета объекта. Следует способ прибыть в регион. Установить контакт. Окей. Так, ну ранение, кстати, несерьезное. Так, рывок, бастион. Рывок, конечно. Здесь. Крепкое здоровье. Стрельбан бегу, перезаряжается на ход быстрее. Круто. Агрессия. Дает плюс 5 шансов попадания за каждого врага. Круто. Непоколебимость. Ну, так себе. Кстати, крепкое здоровье возьму. Один ход быстрее. Да, это здорово. И болтун. Спаситель. Медицинская способность восстанавливает больше здоровья. Абсолютное спокойствие, меткость и резервирование. При удачном злое негативные эффекты не возникают. Блин, с одной стороны так бесполезно, а с другой стороны это так полезно. Ну, все три перка очень ситуативные. Конечно, точность на боеготовности это круто. А, еще и крит. Тогда берем. Это, наверное, самое то. Ну да, мы так много здоровья потеряли, особенно Ланселот. Но 9 дней максимум. И мы вообще ничего не получили за это задание. То есть, вы представляете, мы... Воевали, воевали. Воевали, воевали. Воевали. Так, получить доступ к сети пришельцев, применить чипную бурь, исследовать способ связи с сопротивлением. Атакуйте региональный штаб. Вон где у нас. Региональный штаб. Мы должны встать в контакт с мент сопротивления, прежде чем сможем исследовать этот объект. Снабжение противника. Пакет данных. Возьмите штурм штаб-квартиру Адвент. А пока Адвент приводит свои дела в порядок, мы можем открывать региональный штаб и освободить регион из-под вражеского контроля. Раскрытности. Сбор всех трофеев, кстати. Зачистка. Вот и сейчас была зачистка, но... Так, а где это вообще? Вот это вообще. Ну то, что на этом задании мне вообще никакого лута не дали, это конечно потрясающе. Я честно сказать ожидал, что мне отдадут все то, что я штурмовал. Но с другой стороны, вот за это задание награда будет хорошая. Сбор всех трофеев. Но, не знаю, к XCOM я думаю, что не скоро я теперь вернусь после такого. Попробую я, наверное, еще раз все переустановить. Потому что, ну, не знаю. Мало того, что задание было сложное, объективно сложным. Столько вылетов. Так, Ролан, взаимосвязь солдат. Все с кем, кстати? С Ромеро. Че се. А у Ромеро есть с кем-то? Я тоже низкая со всеми, так что нормально, в принципе. Так, вот. Совместное убийство 54. Ничего себе. О, ребят. Ранение, 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 ранение. Кстати, сколько у меня? Трое, четверо, пятеро, шестеро. В том плане, что можно сейчас в Африку утонуться. И посканировать там что-нибудь. Здесь бедительность по-прежнему 12, поэтому я оставляю конспирацию. Еще на задание с убийцей здесь мне вообще не хочется ходить лишний раз. Здесь бедительность 4. Здесь... Дай я полетел. Ладно. Просто так время потратили. Может, задание здесь тогда нам еще поискать? А здесь на материалы переключиться? 375. А если здесь... Разведданные 217 мы получим? Да, конечно, поменьше. Но какое-то задание нам дадут. Хотя нет. Давайте здесь оставим материалы. Здесь верните мне разведданные. И полетели сюда. Давайте в Африке еще задание поищем. Из-за вылетов я, кстати, не очень понимаю, сколько времени у нас прошло. Потому что я-то уже долго сижу, пытаясь записать это видео. Многие сегодня отдали свою жизнь за то, что вступили против старейшин. Они дождутся милости богов. Присек деятельность сопротивления. Отбрегались неизвестивность деятельности повстанцев. И знание возросло. А, здорово. Но он же не напал. Он просто снизил эффективность работы. Вот, я правильно понимаю? Смого нападения-то не было. Здесь, кстати, магнитное оружие. То есть на штурм этой базы я очень надеюсь, что пойду с новым оружием. Так, лейт на фабрику роботов. Окей, давайте дождемся этого задания. Получится у нас Мэг захватить или нет? Ну, не задание, точнее, а завершение этой секретной миссии. Ну. Просто вот все, то сколько они там дней, 6-7 дней, все зря. Потрясающе. Так, инопланетное добыча. Давайте посмотрим, что еще мы провалим. В Новой Бразилии. Ну, в Бразилии, мне кажется, много народу. Мне бы в Новой Чили, да, персонал? Да, в Новой Бразилии у меня полно народу. Жалко, что нельзя отправлять их между базами. Майом инженера, разведданные, взаимосвязь, повстанцы, модификация ультрауровня. Сержант плюс техсержант. Открывает наглопси садали избранного, повышает влияние на фракцию. На кого можем? Только болтуна можем отправить. Десять дней. Засада 18%. Здесь вообще, по-моему, да, не меняется? Так как есть 18%, так и есть. Ладно, давайте отправлять. Или не отправлять. В том плане, что... Ладно, ребят, давайте, наверное, за кадром я отправлю на это задание. Сейчас сниму снаряжение, чтобы оно у нас не висело мертвым грузом. Пускай они сходят, поищут цитадель избранного. Может быть, как-то что-то с ней получится сделать. Но, если вам вдруг это видео понравилось, честно сказать, мне оно не понравилось. Просто мучение какое-то было. Ну да ладно. В общем, всем спасибо, кто посмотрел. Если, опять-таки, вдруг понравилось, поставьте лайк. Если не понравилось, не ставьте лайк. Можете комментарий написать. Это, соответственно, мотивирует на создание новой серии. И я надеюсь, что новые серии будут не такими неприятными, как сегодняшние. Ну, хотя бы для меня. В общем, всем спасибо. Всем пока. Всем до новых встреч.